МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире национального телевидения Чувашия информационная программа «Республика» в студии Галины Титарчук. Смотрите сегодня. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Глава Чувашии Михаил Игнатьев поручил руководителям района оказать необходимое содействие семьям. Детей на время восстановительных работ направят в летние лагеря. В доме проживали три семьи. Сегодня их пригласили на заседание оперативного штаба. Глава администрации Бресенского района Сергей Горбунов пообещал, что людям окажут материальную помощь за потерю имущества. Средства будут выделены из резервного фонда кабинета министров. А сегодня пожар тушили уже в Чебоксарах. В 12.15 дня на пульт 01 поступило сообщение о ЧП на улице Ярмарочная. Пожарные прибыли на место через 10 минут. К этому времени горели уже два частных дома. Полностью подожжить огонь удалось только через полтора часа. Один из домов пламя уничтожил полностью. У второго сгорела крыша. Сильно пострадала внутренняя отделка. Пострадавших нет. Сегодня весь мир отмечает один из самых оптимистичных и добрых праздников – День защиты детей. Маленькие чебоксарцы собрались на Красной площади, чтобы принять участие в уже традиционной массовой зарядке. Массовая детская зарядка проводится в Чебоксарах уже в третий раз. В этом году в ней приняли участие более 10 тысяч дошколят со всех детских садов города. Мы пришли сюда, чтобы делать зарядку и веселиться праздником с Днем защиты детей. А что это праздник День защиты детей? Что означает? Что делают в этой лень? Это когда... День защищают. И поздравляют. Дарят всякие подарки. Вместе с воспитанниками делали зарядку и любимые воспитатели. День защиты детей – это замечательный праздник как для детей, так и для взрослых. К этому празднику готовимся ежегодно. На протяжении трех лет посещаем такой замечательный праздник на Красной площади. Настроение у всех хорошее, бодрое, веселое. Ребята, какое у вас настроение? Вот такое! Зарядился бодрым настроением и глава города Чебоксара Леонид Черкесов. У меня движения не так складно получались, но я вижу, что у детишек, у маленьких детишек, которые посещают детские сады, которым 3-4 года, они эти движения делают согласованно, правильно. Значит, они тренировались, они к этому дню готовились. И это здорово, когда дети в детских садах, в школах, дома занимаются зарядкой. Ребята, готовы на счет 3? Итак, раз, два, три! А в Чебоксарском парке Лакреевский лес прошел конкурс детского рисунка на асфальте и всевозможные викторины. Ваши, давайте! А, ну вообще можно больше всего! Уже 20, все! Вот начистит раз году, я решу сковороду, а потом 4 дня не могли отнеплить. Самые активные участники получили бесплатный билет на аттракционы. Не смолкает смех, вы видите, являетесь очевидцами того, что происходит. Конкурсы, много игр. И, конечно, все это то, ради чего стоит жить и работать. Дарина Игнатьева, Татьяна Раевская, Андрей Шоклер, Республика. Чебоксарский социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних стал сегодня открытой площадкой, на которой обсуждались вопросы образования, занятости, воспитания детей. Участниками круглого стола стали многодетные семьи. В дискуссии принял участие и глава республики. Каникулы начались, да? Да. Вы с школы уйдете, собственно? Начались каникулы? Да. Что будете делать на каникулах? Да. Отдыхай. Пока-пока. Заразь. Такой же праздник бесконцертной развлекательной программы. Зарядка со звездой, рисование мелками на асфальте буквально поглотили ребят. В преддверии летнего отдыха у всех исключительно хорошее настроение. У кого в семье один ребенок, у кого-то двое детей, у кого-то у нас уже пятеро детей. И количество многодетных семей ежегодно у нас в республике увеличивается. Вот последнюю статическую, если взять, за последние четыре года, количество многодетных семей, где три и более детей, у нас практически на 33% и более увеличилось. Веселый детский праздник стал поводом для очень серьезного разговора. Ежегодно в центре проходит социальную адаптацию более 1200 несовершеннолетних. Это дети-сироты, оставшиеся без попечения родителей. Безнадзорные, живущие в неблагополучных семьях, находящиеся в трудной жизненной ситуации. Таких семей на учете около 5000. Неравнодушие взрослых помогает им не потеряться в этой жизни, приобрести какую-то опору. Участники круглого стола понимают, как непросто решать эту задачу. Они вырастили много детей, своих и приемных, и у них есть свои рецепты семейного счастья. Чуваша вошла в десятку благополучных регионов для жизни детей в рейтинге, уполномоченного при президенте России по правам ребенка Павла Астахова. В республике успешно реализуется комплекс мер по профилактике социального сиротства, стимулированию рождаемости и стабилизации демографической ситуации. А как можно воспитывать детей с детьми? Прежде всего, нужно, наверное, разговаривать. Многодетные родители обсудили с главой Чуваша и насущные, но вполне решаемые вопросы. К примеру, многодетной семье Шипеевых Михаил Игнатьев посоветовал не отказываться от земельного участка, предложенного вблизи федеральной трассы, так как далее очередь поучения хотя и сохранится, но сместится в конец. К тому же расположение другого участка может оказаться менее удобным. Тамара Царева спросила о дальнейшей поддержке многодетных семей. Глава республики напомнил, что с 1 января 2013 года введена ежемесячная денежная выплата в связи с рождением третьего ребенка или последующих детей до достижения им трехлетнего возраста. Кроме того, предоставляются льготы на оплату услуг ЖКХ. В дополнение к материнскому капиталу выплачивается республиканский материнский капитал. На поддержку со стороны республиканских властей родители могут рассчитывать всегда, но их святая обязанность не забывать о воспитании. Родион Архипов, Андрей Спиридонов, Республика. В День защиты детей особое внимание тем, кто обделен вниманием, любовью и заботой родителей. Праздник прошел в доме ребенка-малюткам. А в Республиканской детско-юношеской библиотеке собрали подарки для реабилитационных центров и школ-интернатов. Сейчас в малютке живет 41 ребенок. Из них только четверо – дети, оставшиеся без попечения родителей. С каждым годом тех, кто берет в свои семьи малышей, становится больше. Сегодня приемные родители – тоже гости праздника. Дети временно устроены в наше учреждение, на период тяжелого положения в семье. Все дети, которые остались без попечения родителей – это дети инвалидов. В Доме ребенка стараются создать все условия, чтобы чувствовали себя как дома. Но все равно нет ничего лучше, когда мама и папа рядом, пусть и не родные. Институт замещающих семей развивается очень быстрыми темпами. Скоро еще несколько детей обретут родителей. На праздник к малышам 1 июня пришли клоуны. И дети, не избалованные вниманием, как завороженные, наблюдали за каждым действием гостей. А в Республиканской детско-юношеской библиотеке прошло награждение участников Республиканского фестиваля конкурса «Прикосновение к мастерству». Более 200 работ было прислано на конкурс, который в этом году проходил под девизом «Я умелец на все руки» и был посвящен году человека труда. Оценить было работу очень сложно. Каждая работа, она представляла собой какую-то часть их души. Дарья Виноградова победила в номинации «Презентация». Она рассказала о работе своей мамы. Я подготовила проект «Важная работа моих родителей». Я написала проект про свою маму. Она работает врачом-терматологом. Моя мама добрая, веселая, умная. Иногда помогает мне с уроками. Накануне Дня защиты детей молодежное правительство столицы Республики организовало сбор игрушек, книг, канцелярских товаров и сладостей. Набралось немало. Все это сегодня же было передано социально-реабилитационным центрам и школам-интернатам Республики. Татьяна Молокова, Елизавета Зайцева, Игорь Зверев, Республика. Премьер-министр России Дмитрий Медведев обсудил с главами регионов организацию детского отдыха и оздоровления. Чуваши отмечены в числе регионов, наиболее успешно справляющихся с этой работой. Председатель российского правительства Дмитрий Медведев отметил, летняя пора – наиболее подходящее время для того, чтобы включить детей в поздоровительные, образовательные, культурные и воспитательные программы. В этом и заключается задача всех структур, занимающихся организацией детского летнего отдыха. За последние годы мы все, я имею в виду и федеральная власть, и власти региональные делали многое для того, чтобы улучшить состояние детских лагерей, потому что в какой-то период, в силу недофинансирования и других сложностей, многие пришли в упадок. В этом году большинство регионов сумело выделить деньги на летнюю кампанию на уровне не ниже 2015 года, что, конечно, очень важно, принимало внимание довольно большие сложности в региональных бюджетах и проблемах в экономике. В Чувашии в реестры организации здоровительной кампании включены 22 загородных, 53 палаточных, 23 трудовых лагеря и 428 лагерей, созданных при образовательных учреждениях. У нас лагеря, они организованы только там, где ЕГЭ проходит, 66 пунктов проведения ЕГЭ, и где начальная, маленькая, начальная школа. А остальные школы везде, и около 42 тысяч школьников в республике сейчас пройдут через разные образовательные программы. В этом году, выполняя в том числе и ваше улучшение, мы сделали обязательную экспертизу всех программ лагерей и много пребываний через муниципальные комиссии. Всего планируется хватить отдыхом и оздоровлением около 100 тысяч детей, и примерно половина из них – ребята из малоимущих семей, находящиеся под опекой, инвалиды и дети с ограниченными возможностями здоровья. На временную работу планируется трудоустроить не менее 16 тысяч подростков. Глава Чувашии поручил всем министерствам держать лагеря под постоянным контролем, каждый по своему направлению, и всем вместе сделать все для обеспечения безопасности детей. Елена Гальперина, Алена Алтухова, Андрей Шоплев. Республика. Чувашская республика вошла в десятку лидеров рейтинга субъектов России по уровню защищенности интересов потребителей органами государственной власти. Рейтинг подготовил объединение потребителей России. Для составления топ-листа было проведено специальное исследование. Оценивались наличие актуальной и достоверной информации по вопросам защиты прав потребителей, качества и безопасности товаров и услуг на официальных сайтах, наличие ТВ и радиопрограмм, которые информируют о правах потребителей, а также функционирование в субъекте межведомственных комиссий по правам защиты прав потребителей. Сегодня праздники для детей прошли во многих парках, скверах, домах творчества. В хороший летний день предпочтение было отдано открытым площадкам. В парке именинник космонавта Николаева в столице республики прошли показательные выступления воспитанников детско-юношеского спортивного клуба «Такуан». Под эгидой клуба юные спортсмены занимаются в различных школах города Чебоксары. В День защиты детей свои навыки продемонстрировали представители четырех команд из трех общеобразовательных школ столицы. Они красиво и оригинально представили свои команды, синхронно выполнили определенный набор элементов. Даже в таком виде спорта особо оценивались одухотворенность и артистизм. Первое место завоевали каратисты команды «Марвел» средней школы номер 59. Это все, о чем мы успели рассказать вам в этот первый летний день. Я с вами прощаюсь. До завтра. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова